Внимание! Данное видео может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, оклоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды, нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не предназначено для просмотра детьми и лицами с неуравновешенной нервной системой. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новых видео. Всем привет, с вами Готик, с вами Сократ. И это видео, которое не должно было выходить в 2019 году, однако мало ли кто-то этого не знает. И поэтому я расскажу про миссии мотоклуба, которые висят на стенке, что они дают, какие они бывают, потому что даже до 2К19, доиграв, может быть, кто-то этого и не знает. Эта информация будет им интересна, как скрасить свой досуг, играя с друзьями в GTA Online. Ну и в конце ролика расскажу, кто такие капитаны, сержанты, вице-президенты и президенты мотоклуба, что они умеют и особенность этого. Потому что кому-то это может реально помочь. В комнате сбора команды на стене находятся 3 задания, которые через какое-то время обновляются. После выполнения одного задания придется подождать минут 5. За задания платят от 7 до 35 тысяч долларов. GTA, в связи с ним сейчас двойные выплаты за мотоклуб, соответственно, это все увеличивается на 2 оплаты, осуществляется каждому игроку в мотоклубе в полной сумме и никаких процентов. Всего существует 11 заданий. Какие они? Торговля оружием. Ваша задача сорвать сделку, убив охрану, забрав оружие и погрузив ее в машину, после чего доставить машину в определенную точку. Длительность задания 30 минут. Побег. Ваша задача угнать автозак с заключенными, которые сопровождаются полицией. После угона вас объявят в розыск, будут 3 звезды, которые будут всю поездку, пока вы не довезете по итогу заключенных. Будьте осторожны, автозак плохо управляется и легко переворачивается. Во время погони заключенные будут отстреливать. Поэтому можете не беспокоиться о защите заключенных и себя. Наемники. Ваша задача добраться до транспорта, сесть в одну из машин, каждому игроку дается по машине, и защищать на протяжении всего пути. Как только прибудете на местном назначении, вам снова придется защищать мафию целых 5 минут. Предположительно, вы должны защищать мафию от игроков, но на протяжении некоторого времени на вас будут нападать и боты. Оружие на выбор. Каждому игроку требуется добраться до своей цели, а рядом с целью будет оружие, с помощью которого нужно и убить цель. За убийство цели из этого оружия вам дадут дополнительную награду. Медвежатники. Приезжайте к одной из банд, убивайте врагов и взламывайте сейв. Как только вы начнете его взламывать, на вас нападут, поэтому лучше отойти от него и отстреливаться. После взлома забирайте деньги и отвозите их к местному назначению и получайте награду. Хрупкий товар. Ваша задача уничтожить 4 фургона, они довольно прочные, даже 2 выстрела с РПГ их не уничтожат, но достаточно будет 3 бомб-липучек. Кто первый сел, тот и хозяин. Приезжаем на место положения, уничтожаем противника, забираем мотоциклы, отвозим в пункт назначения. Поджигатель. Ваша задача уничтожить поджечь. 10 ящиков с боеприпасами. Каждому игроку выдается по 20 коктейлей молока. По прибытию на место вас будут ждать враги. Будьте осторожны, все эти ящики взрываются. Всадник. Ваша задача забрать, доставить и защитить агентов. Всего их 4. Рядом с ними будет 2 мотоцикла, которые рассчитаны на 2 человек. Вам потребуются 2 местные мотоциклы. Кстати, можно использовать и свои. Будьте осторожны, агенты не защищаются. Пленник. Ваша задача спасти пленника. Как только вы приблизитесь на достаточное расстояние, на экране справа внизу появится индикатор здоровья пленника. Зависит от задания. Она будет отниматься до тех пор, пока вы его не найдете, даже если врагов не осталось. Далее остается только доставить пленника на место назначения. За спасение заложника из полицейского участка игроку выдают 2 звезды. За фунт веса. Первый вариант. Приезжайте на место встречи, где вас ожидают засады, убивайте дилера, забирайте товар, уезжайте. Вас объявят в розыск, спрячьтесь и доставьте груз. Вариант второй. Приезжайте на место, убивайте банду с грузом на лодке, забирайте его и доставляйте на местность. В каждом мотоклубе можно быть президентом и назначать на живого игрока свою определенную роль. Что же может президент и кого можно назначить? Президент может управлять мотоклубом, менять название, стиль одежды и езды, включать построение езды и огонь по своим. Может набирать кандидатов и повышать их должность. Президент может назначать задания и испытания мотоклуба. Может включать автоскорость наземного и воздушного транспорта. Президент может назначить вице-президента. Что умеет делать вице-президент? Может вызывать тестостерон Буллшарк, повышает урон и снижает получаемый урон на одну минуту. Может начать задание по убийству врагов на карте, длится 10 минут. Может помечать выбранного игрока в сессии, при этом этот игрок не сможет войти в пассивный режим. Капитан может вызывать транспорт. Слам-ван, мун-бим, дапсту и базар, но не штурмовую модель. Может начать гонку до определенной точки. Может задать построение езды, как и президент. Сержант. Сержант может сбросить коктейль молотом, может сбросить броню. Может начать выживание при 5 звездах, длительность испытания 10 минут. Головорез. Может вызвать команду киллеров. Может сбросить комплект брони. И может начать испытания по нанесению максимального урона транспорту и игрокам. Примечание. Это кстати очень важно. Если кто-то из кандидатов покинет мотоклуб или вы его исключите сами, то за ним начнется охота. Во время охота никакие задания или возможности недоступны. За убийство цели игрок получит дополнительную награду. Убивать цель кстати не обязательно. Если вы часто используете тот или иной мотоцикл, то со временем он станет вашим любимым. И будет давать некоторые бонусы. Ваш персонаж будет регенерировать здоровье до 100%. Скорость регенерации будет быстрее на 30%. Урон от вашего оружия будет увеличен на 30%. И в то время вы будете получать на 30% меньше урона. Такой мотоцикл может быть всего один. Отслеживать данный статус вы можете через меню мотоклуба или же меню игры. Статистика транспорт. Режим построения позволяет всем кандидатам, находящимся в определенном радиусе вокруг президента или капитана, получать следующие бонусы. Восстанавливать здоровье персонажа. Ремонтировать мотоцикл. Поддерживать скорость, на которой едет президент или капитан. Ну а на этом у меня все. Спасибо. Подписываемся на канал и ставим лайки. Если кому-то эта информация вообще была полезна.